Опа! Знаете, как хорошо принять душ после пляжа, вы не представляете? Это такой кайф, из жопы вымыть весь песок. Не только, из жопы. О! Так, сейчас, секундочку, надо мне. Ой, рыбку заточила, я прямо сейчас ее здесь заточила, ее с собой взяла. Ну, тунец, как он может быть, тунец невкусный. Я ем две рыбы, тунец и сальмон. А, махи-махи иногда, шашлычки там из махи-махи, что-то еще. Вот, но в основном это вот стейки беру. Они не жирные, потому что они их делают такие на пару. Вот, они, получается, мне очень сложно дается еда на масле, жареная. То есть, я не могу есть жареную еду уже очень давно. И для меня это, ну, у меня желудок просто не выдерживает жареное. Вообще масло ни в каком. Вот, знаешь, это прям, чтобы было жирно. Вот. Я очень люблю достаточно такую пресную еду. То есть, либо на пару, либо на гриле. Вот такая вот пища для меня оптимальная. Вот. У меня прям отлично. Это, ну, да, с овощами. Это для меня максимально комфортная еда. Вот. И поэтому я всегда... В еде я вообще такой очень... Есть такая тема вообще, да, как интуитивное питание. И у нас почему-то люди забывают такую вещь, что вообще люди, к моему сожалению, да, мы живем в такое время, что у людей нет понимания собственной личности и индивидуальности. Вот. Это касается даже того же самого питания. Нет общей системы питания, которая подходит к каждому. Все очень разные. Вы должны это прекрасно понимать, да. Всем подходит разная физическая нагрузка, всем подходит разное питание, всем подходит вообще все разное. Люди должны по-разному выглядеть, да, по-разному там есть, по-разному заниматься. А у нас люди находят какой-то пример для подражания. С одной стороны, это круто, конечно, да, типа, думаешь, типа, подражать, и если тебе подражают, это даже льстит. Но, с другой стороны, люди теряют свое «я» на самом деле, когда начинают заниматься подражанием. И люди очень часто слушают, ну, как бы, такой шум повсюду, да, люди слушают всех, но не себя. Вот это вот, вот это непонятно мне. То есть они не прислушиваются к себе, они не хотят понять, что же им хочется. Это касается вообще всего. Обратите внимание, как мало людей живут абсолютно чужую, чужую жизнь, абсолютно. И люди не хотят думать над тем, что им подходят, да, и от чего они кайфуют, какой у них организм, какое у них тело. Потому что там вот мое тело, оно определенным образом реагирует на одну тренировку. Не факт, что ваше тело, да, будет так же реагировать. Там мое тело реагирует на определенные продукты так. Ваше тело будет по-другому реагировать. И так касается всего. Люди не понимают, они хотят готовый план, такую готовую инструкцию. Каждый, вот просто, да, каждый человек хочет готовую инструкцию к собственной жизни. И чтобы стать счастливым. Вот, типа, вот такая инструкция, ты ее прочитал и стал счастливым. Но у всех инструкции свои. У всех понимание счастья свое. И поэтому, слава богу, люди, например, начинают, вообще люди начинают это понимать. Благодаря тому же интернету, социальным сетям, люди начинают понимать, что они могут выглядеть, как они хотят. Они могут заниматься тем, чем они хотят. Они могут самовыражаться, как им нравится. И это офигенно. Вот. Вот, то есть нету уравниловки какой-то. И это очень важно, научиться слушать себя. Поэтому, например, там, ну, я, когда попадаю тоже в такие моменты, что начинаю на себя примерять какую-то чужую жизнь. Вот. Я сразу такая себе, Маша, стоп. Ну, как чужую жизнь. Я вот, например, могу так сказать, да, что я иногда жалею о том, что я там в детстве, хотя в детстве занималась балетом, и балетом и фигурным катанием. Два или три года достаточно серьезно занималась. Ну, то есть, благодарю, вот, прям серьезно. Я даже по фигурному катанию должна была выступать в Ледовом дворце, то есть, шоу там должно было быть. Вот. Я была очень упертая. Это вообще моя черта. То есть, если я, например, занимаюсь спортом, неважно, чем-то занимаюсь, что мне нравится, все, меня не остановить. Я начинаю просто долбить, я начинаю оттачивать это, да, но это должно меня увлечь. Вот. И я вообще пропагандирую такую философию, что занимайтесь тем, что вас увлекает. Только когда, только с этим условием вы добьетесь чего-то действительно крутого. Вот. Это будет раскрытие вашего потенциала. И вот, когда я занималась, я это бросила, потому что я, короче, я херачилась в стену со всей дури на коньках. А я оттачивала один из элементов, то есть, я делала, знаете, все вот эти элементы, которые в фигурном катании делают, там, ласточки. Как там у нас еще есть пистолетики, потом вот эти вот крутилки. Ну, то есть, все это я делала. И я тренировалась по два раза в день. Я тренировалась, то есть, я тренировалась в нашем дворе. У нас был каток во дворе. Я каждое утро бежала. Кстати, когда человек чем-то увлечен, его не нужно заставлять делать это. Человек сам бежит. Вот. Вот так же у меня с залом. Меня не нужно заставлять. Я туда бегу. И я тренировалась еще в секции специальной. То есть, да. И вечерами я ходила в секцию. И я жалею только вот об одном, когда я смотрю на девушек, которые балерины, гимнастки, там, акробатки, неважно. Вот, у которых они не бросили. Потому что я бросила из-за травмы. Я вхерачилась в стену со всей дури, да. И у меня должен был, ну, типа, как бы сказать, что это перелом. Вот. А на самом деле это был очень сильный ушиб. Я ходила с гипсом достаточно долго. И после этого меня родители, естественно, забрали, испугались, что я там себе еще что-то сломаю. Ну, как обычно. И вот только это иногда меня бесит. В плане того, что когда я смотрю на каких-то девочек, которые невероятно гнутся просто в разные, блядь, стороны, да. А я так не могу. У меня это подбешивает. Прямо в прямом смысле. То есть, как бы я думаю, бля, вот так, да, вот. И иногда начинаю примерять на себя вот эту чужую какую-то, да, такую обертку. Вот. И понимаю, что все равно не стану. Ну, то есть, типа, этому нельзя уже научиться во взрослом возрасте. Это бредятина. То есть, когда вам обещают, что вы сейчас пойдете к какой-то гимнастке и станете такой же гибкой, как она, это полная хрень. У вас изначально должен быть просто потенциал, да. И вы должны изначально, если вообще дерево, то, а очень много деревянных людей, реально деревянных, которые даже там вообще ничего, которых там, вот. Я не дерево, слава богу. Я хорошо достаточно гнусь. Но мне все равно этого мало, да. То есть, я как бы хотела бы там просто, знаете, там, я не знаю, акробатические тюды показывать. Вот. Но понимаешь, что как бы это, во-первых, это чревато травмами, потому что во взрослом возрасте, когда ты начнешь этим заниматься, скорее всего, ты себя что-нибудь обязательно потянешь, растянешь, получишь какой-то травм. Ну, а нахрена нам не надо? Типа ради чего, да. Вот. Моя гибкость позволяет мне достаточно хорошо чувствовать свое тело, вот. И, например, я зато могу хорошо в танцах двигаться. То есть, вот у меня, и, ну, как бы, мне этого достаточно. Вот. А так люди у нас не понимают, что они, когда примеряют чужие жизни на себя, они лишают себя возможности прожить собственную. А чтобы прожить собственную, нужно понять, кто ты есть. А для того, чтобы понять, кто ты есть, нужно постоянно задавать себе разные вопросы. Да, то есть, нужно задавать себе вопросы, ну, очень разные. Типа, а чего ты кайфуешь? А почему ты кайфуешь? А что тебе нравится? Это касается даже, там, той же сексуальной сферы. Вот есть сексуальная сфера, которая, например, у нас вообще не затрагивается никак. Я имею в виду, что она ни в детстве не затрагивается, ни в юношестве не затрагивается. Это сейчас она стала раскрываться. И то с очень большим напрягом. Потому что очень много людей все равно сопротивляется сексуальному образованию. Вот. Ну, в силу определенных причин, которые над нами давлели очень-очень-очень много лет. Вот. И сексуальные предпочтения, люди многие вообще не знают о своих сексуальных предпочтениях. То есть, вообще. И для этого нужно проходить определенные тесты. А тесты очень такие искренние, ну, как бы очень откровенные. И этот тест, вот он прям, я, может быть, его завтра выложу, да, или сегодня. Там, вы просто выписываете вопросы, на эти вопросы отвечаете. Вопросы очень откровенные. То есть, какая стимуляция вам нравится? Чего конкретно вы возбуждаетесь? Там, что вам нравится, что бы с вами делал партнер? Там, грубость, нежность, покусывание. Когда у вас там был самый, самый, когда у вас во сколько лет был первый оргазм? Там, почему он был, что явилось, ну, типа, да, причиной этого первого оргазма. И очень много, очень много там. Разговаривали вы с родителями на эти темы. Если нет, то почему. Если да, то как. Что вам рассказывали родители о секс, про секс? Видели вы, как ваши родители занимались секс? Какие у вас были впечатления от этого? И там вот такие. Это целая анкета, анкетирование реально проводится для того, чтобы обычный взрослый человек понял вообще-то, что, какие у него сексуальные предпочтения. Потому что я могу сказать, что 99% людей, наверное, у них нет сексуального маркера, назовем это так. То есть он абсолютно сексуально неопределён, вообще неопределён. Потому что давайте задумаемся, вот я прочитала, как раз вот в этой книжке вычитала интересное такое, ну, неопределение, а просто интересный абзац. Который очень сильно там, ну, вообще тоже такой на меня очень сильно повлиял. Там написано, а с чего вы взяли, что моногамия, типа, блядь, это хорошо. Ну, вот, типа, просто с чего вы взяли. Кто вам об этом сказал? Это ваш личный опыт? Типа, или вы... А если бы все вокруг были бы не моногамны, например, а было абсолютно нормально иметь несколько партнёров, вы бы пошли бы на так... Типа, вы бы имели бы такие отношения. И что мешает, например, вам иметь такие отношения? Мне не общество. Типа, почему, почему... И вот так, и там реально читаешь и думаешь, а реально, типа, а мы же как бы родились уже с какой-то установкой, и нам уже сказали, что вот так надо, да, в моногаме. Но, согласитесь, моногамные браки трещат по швам, потому что в моногамных... Ну, нам же говорят, типа, мы должны любить одного человека, да, и хотеть его. Это разные вещи. И хотеть одного человека невозможно всю жизнь. Это бредятина. То есть это нереально. Ни мужчине, ни женщине. Все врут. Это враньё полнейшее. Ни женщины, ни мужчины не могут хотеть друг друга на протяжении всей жизни. Потому что они вместе живут, вместе срут, вместе ещё что-то делают, вместе спят. Они друг другу приедаются. И когда они сталкиваются с этой вот хиротенью, что, типа, вот надо друг друга хотеть, да, а это идёт в разрез с их желаниями, они понимают, что что-то идёт не то, ну, реально люди начинают, скажем так, и психически, и физически просто заболевать. Потому что они, ну, как бы это наебать самого себя. И когда я стала читать, я стала тоже задаваться себе вопросами. А если бы мы жили в обществе, где не было бы ногами вообще, да, то есть, чтобы было. То есть, получается, что как бы это просто формируется какая-то культура, в которой ты рождаешься, но не факт, что это культура правильная. То есть, и кто тебе это сказал? Какие-то святые книги, а кто эти святые книги написал? А с какой целью эти святые книги писались вообще? И были ли эти книги вообще? И вот начинаешь так задавать вопросы. Вот, поэтому для меня я начала понимать, что действительно, моногамия, это ещё Вильгельм Райх писал, хрен знает когда, да. Я читала его книжку, где он писал, что молодые семьи как раз-таки погибают из-за того, что им навязывают моногамию. Вот, потому что это не всегда является, типа, в природе это неестественно. Во многих, в дикой природе, вообще в природе инстинкты всё равно вылезают. Их невозможно подавить никаким, блядь, разумом. Это бред. И наше тело, ну, так устроено и мужское, и женское, что оно хочет ни одного партнёра, ни одного человека. И женщины такие же, как мужчины. И когда там написано, что это только мужики такие, это полная хрень. Я получала огромное количество писем от замужних женщин. Я могу сказать, что замужние женщины изменяют не реже, чем женатые мужики. И просто так принято в культуре, что об этом не говорят, это не обсуждают. На самом деле это огромное, это глобальная проблема. У женщин есть такие же желания. И женщины тоже иногда хотят какого-то экстрима. Женщины хотят и двоих мужиков одновременно. Они хотят и мулата, блядь, и негра. Женщина, не знаю, там, бразильцы, кого угодно. То есть у женщин тоже есть сексуальные желания. И они в сексуальных своих желаниях не всегда хотят одного мужика своего. Вот. И тоже это странно, да. Люди вместе 10 лет проживут, например. У них огонь, ну, угасает просто. Да, там, и вот сказано, вот, ну, ни хрена, вот, ты должен все равно, да. Вот, ты должна его любить, вот, ты должна его хотеть. А вот уже не хочется. И вот я говорю, что я прочитала и как досталась. Ну, хотя я это все и так знала. То есть я вот читаю все книжки по сексологии. Понимаю, что мой гид об этом. Вот мы как гайд с Лешей выпустили свой. Вообще об этом. Все то же самое, только на личном опыте. Я понимаю, что сексуальная новизна – это необходимый атрибут во всех семьях. То есть когда семьи, семьи, да, вообще отношения. Когда в семьях люди придут к пониманию того, что сексуальные эксперименты, сексуальные, вообще сексуальная свобода, сексуальное самовыражение – это нормально. Это нормально. Нормально разное хотеть, по-разному хотеть. Нормально сексуально быть свободным. Когда люди это поймут, тогда, блядь, вообще все изменится в нашем мире. Тогда люди станут более счастливыми. Я на сто процентов уверена, что люди станут… Мы делали гайд по сексу и отношениям. Он так называется, про секс и отношения. Ссылка в шапке моего профиля. Очень многие уже его прочитали. Я часто выкладываю ваши как раз-таки письма, отклики касаемо гайда. Потому что мы его написали, я говорю, как самые крутые психологи-сексологи. Потому что мы все это с мужем проходили. И я могу сказать, что сексуальная новизна – это то, что будет поддерживать любые отношения очень долго. Сексуальная новизна – это вообще… То есть вы должны сами понимать, что вас возбуждает. Вот это самое важное. Понимаете, в чем дело? То есть и женщины, и мужчины у каждого есть свои фантазии, поверьте. И, например, у женщины есть фантазии касаемо других мужчин. У мужчины, может быть, касаемо… И если вы это вносите в свои сексуальные отношения, То это как раз-таки сохранит ваши отношения, и они будут очень долго, ну, как бы быть живыми. Плюс у женщин практически, я могу вам сейчас рассказать тайну, Но в этой книге это тоже было написано, Что практически все женщины, ну, большинство женщин, они бисексуальны. То есть имеют фантазии бисексуального характера. Но очень мало кто об этом может, типа, заявить, Потому что это в нашем обществе тоже табу. То есть в нашем обществе, вот, блядь, вот должно быть вот так. То есть в нашем обществе какая-то существует херня, Касаемо какой-то сексуальной правильности, Вот, которая мне абсолютно непонятна. Нету сексуальной правильности. У всех это все равно, что, знаете, как вот есть картошка, Вам говорят, картошку надо жарить, только вот на этом масле. Все, по-другому ее жарить нельзя. Ты говоришь, а почему? А, может быть, давай попробуем, сделаем вот так. Может быть, давай сначала ее сварим, а потом пожарим. Или еще, а тебе говорят, нет, вот, блядь, нет Вот есть только жареная картошка на, блядь, трафинированном олене, блядь, все И ты такой, ну, в плане, давайте по-другому попробуем Да нет, это то же самое секс Он не может быть каким-то правильным или неправильным Типа не бывает такого Потому что когда вы начинаете понимать, что у вас есть какие-то конкретные фантазии И что вам нравится вот так, а еще вот так, а еще вот так Ты понимаешь, что сексуальная сфера, она безгранична В сексуальной сфере не бывает границ Только если это не вредит другим людям То есть границы, это когда уже наносится вред, там, животным, детям, да, я не знаю, еще кому-то Это, это граница Это, ну, все, да, здесь мы должны как бы поставить такой нет И все, все остальное их нету Если вам нравится, чтобы вас отхерачили плеткой Или если вам нравится, чтобы вас унизили Если вам нравится, чтобы там, я не знаю, на вас плюнули Если вам нравится, чтобы на вас пописали Если вам нравится, чтобы на вас еще что-то Это все нормально Ну, потому что, как бы, это ваше предпочтение, никто не может сказать, что, типа, плохо, блядь, кроме вас самих, и судите себя в этом во всем, всегда вы, а не общество, то есть общество понятно, но первое, что приходит, это ваше собственное, как бы, осуждение самих себя за собственные желания, потому что, блядь, ну, как бы, они не входят, они, как бы, не входят в какие-то рамки чьих-то, блядь, там, каких-то, ну, да, там, людей, и ты думаешь, в плане, типа, у тебя не свои, вообще, с чего бы тебе вдруг надо в эти рамки как-то входить, у тебя вот они шире, вот и все, и поэтому вся херня у нас происходит из-за того, что мы не можем принять себя и принять собственные желания, потому что мы их оцениваем, у нас есть оценка, но это пол, это школьная еще херня, да, то есть нас в школе привыкли оценивать, вот ты двоечник, да, типа, а ты вот хороший пятерочник, да, хотя тот двоечник, например, он в других моментах одаренный, ну, это всем посрать, вот, и поэтому мы привыкли оценивать людей, мы привыкли их оценивать по внешнему виду, по сексуальным предпочтениям, по сексуальной ориентации, да, если он там гомосексуалист, он плохой человек, да, например, хотя бывает все по-другому, гомосексуалисты бывают намного адекватнее, блин, гетеросексуалистов, и вот и все, поэтому, вот в сексе очень важно понять и принять, но это очень сложная тема, на самом деле. Я с матом, нет, не завязывала, ну, видите, я еще проскакивает мат, зачем мне с матом завязывать, вот. А, ну, вот, да знаете, сколько таких людей, ну, например, вы даже же не можете это озвучить, вот в чем дело, поэтому вы так любите там меня читать, смотреть, слушать, потому что я не боюсь озвучивать эти вещи, а вам не хватает, многим людям не хватает самим этого качества, поэтому вот подписывайтесь на определенных блогеров, да, которые, ну, которые болт клали на мнение, и поэтому они вам нравятся, вы хотите так же, но у вас, у многих не получается. Это сложно, это нужно, ну, как бы иметь очень там сильный характер, это нужно иметь такие стальные яйца, вам должно быть посрать, посрать, что о вас думают, и вы можете озвучить и сексуальные свои жизни, но большинство людей боится это сделать, не то, что как я в прямом эфире, а даже инкогнито, поэтому могу сказать вам, что, например, во многие группы, там, в наши марафоны, вот у Марины закрытый клуб, она даже не раз сама говорила, что если вы стесняетесь, боитесь от своего имени, да, там, подписываться на нас, создайте левый аккаунт, очень много людей сидят под левыми аккаунтами, потому что они просто боятся, боятся от своего лица писать о своих проблемах, о своих желаниях, у них есть боязнь осуждения другими людьми, мы боимся быть осужденными другими людьми, вот в чем дело-то, это самая большая, как бы, ну, проблема, да дело сейчас не про матрицу, мы говорим сейчас не про матрицу, это немножко психология, это не матрица, вот, и поэтому у людей это огромное-огромное, вообще, это гнетет человека, это очень мощный пласт бессознательного, с которым люди боятся работать, а бессознательное, вот, это сексуальное желание, и озвучивать их люди не могут, потому что они боятся, что вот она сейчас скажет, что ей хочется вот это, а кто-то подумает, блядь, так это, фу, это же, типа, говно какое-то, как тебе это может нравиться, а тебе реально нравится, и сталкиваясь с таким, человек может больше вообще никогда об этом не заявить, даже своему партнеру, и часто партнеры вместе живут очень долгий срок, например, да, там, 10-20 лет, и не знаю там истинных желаний друг друга, потому что когда-то эти желания кто-то осудил, родители могли, друзья, еще кто-то, поэтому я свингеров, честно скажу, не встречала в плане, имеется в виду, у меня нету свингеров прям вот близких, близ знакомых, да, вот, и я не знаю про свингеров ничего, про сексуальную, про вообще как бы очень открытых, откровенных людей я знаю, то есть у меня есть несколько девочек, да, которые с девочками живут, вот, и у меня есть девочка, которая там и с мальчиком, и с девочкой живет, вот, и я могу сказать, что они как в жизни открытые, так и в сексе открытые, то есть это очень транслируется на их внешний вид, они очень нестандартно выглядят, они очень нестандартно мыслят, они очень эмоциональные, вот, то есть это открытый человек, особенно если он сексуально открытый, это очень видно, то есть этот человек, он, я не знаю, у него какая-то своя, ну там, своя аура, да, или просто, но он другой, реально другой, и поэтому вообще по мне очень сексуальные люди, когда много сексуальной энергии, они чаще всего бисексуальны на самом деле. Почему для меня это не норма? После чего вы взяли, что я сказала, что это не норма? Норм нет, я сказала. Как-то слушать меня странно. Я же наоборот говорю, что нету, нету понимания норма. Все норма, если вам хорошо. Понимаете, в чем дело? Все норма, если вам хорошо. Ну, если вам действительно хорошо. Если вы себя наебываете, что вам хорошо. Вы когда-нибудь себе задавали вопрос, вам реально хорошо? То есть вы реально воплотили свои фантазии? То есть реально, действительно вы, типа, свои фантазии сексуальные все воплотили, которые у вас в голове имеются? Вот я нет. Вот у меня, я могу сказать, что мой сексуальный потенциал не раскрыт. Я себе не вру нисколько, я знаю, что типа вот, блядь, он мне не до конца раскрыт. Я это знаю, я это принимаю, я над этим работаю, да? Потому что, ну, есть определенный момент, да, в который мне нужно переступить. Потому что моя сексуальная энергия позволяет мне, ну, блядь, множество ролей играть в сексе. Есть определенный момент, который я не могу пока переступить, не то что переступить, а который, ну, пиздец как бы, типа, блядь. Да, вот я понимаю, что если я воплощу это, то, что оно через сны приходит. Ну, блядь, это все понятно. У меня нет закрытых клубов у Марины Вовченко. У нее, смотрите, на странице у нее куча информации про закрытый клуб, про сториз. Сториз можно посмотреть, там у нее все есть. Асексуалы? Ну, они есть. Я ничего не могу про них сказать. Вот, я просто не знаю, типа, что такое миосексуалы. Скорее всего, это просто пониженная либидо, а точнее еще пониженный гормональный фон. То есть, видимо, с гормональной системой какая-то жопа там. Что-то с ней не то. Вот, и либо это куча страхов, комплексов, и все, и человек просто отрубает себе. Возможно, понимаете, асексуалы, чаще всего, имеют очень серьезную в детстве травму, связанную как раз-таки с сексом. Ну, например, в детстве ребенка могли изнасиловать, да, и никто об этом не узнал, и знал только сам ребенок. Вот, или в детстве могли высмеять его как сексуальный объект, например. Очень часто такие бывают ситуации, когда женщину или мужчину, например, высмеивают как сексуального партнера, говорят, там, ну, прям высмеивают в каком-то очень возрасте, в таком эмоционально открытом, да, и, там, не знаю, подросток, получив такую травму, потом может вообще в себя не верить и вообще как бы считать себя абсолютно не сексуальным, а сексуальным. Вот, поэтому если начнет работать психолог, хороший психолог, да, который начнет копать и выяснять причину, и вообще будет уинтересоваться его сексуальным, там, первым опытом, да, что, как, что, скорее всего, они просто выяснят причину, и причина это будет как раз-таки вот в том, что что-то у него произошло. Как она правильно называется, что все, мои хорошие, мы все уязвимы, ну, типа, мы, вы думаете, что, типа, только подростки уязвимы, да, взрослые такие же уязвимы. Женщину взрослую возьми, да, и, я не знаю, во время секса скажут, что она жирная, там, или что-то такого плана, вот. Она точно так же будет очень уязвима, и, скорее всего, это очень сильно обидит. Поэтому женщины вообще эмоциональны очень, но не все, да, то есть, есть, которые, как бы, ну, пофиг. Тату какая? У меня их много. Тату я буду свою продолжать, то есть, я решила, что шея, она не закончилась на шее, вот. И шея, этот конечный результат, но так как мой мастер хотел изначально делать шею, и вот увести вот ее вот сюда, поняли, да, чешую, то есть, вот сделать ее вот так обрывком сюда над ухом. Будет очень красиво, то есть, он мне показал, вот. Но вначале мы решили просто шею закрыть, вот. И сейчас мы пришли к пониманию того, что я хочу продолжить все-таки вот на свою лысинку. Это будет прям очень красиво. Да, и думаю, может быть, вот эту тоже, видите, вот здесь белый, вот прям совсем закрыть вот так. Вот, потому что прям мне вот прям хочется именно одну сторону, то есть, не закрывать две вот так, да, части, а именно вот сюда опустить, как-то очень-то красивенько вывести. Вот, и мне кажется, это будет очень в тему. Ну, то есть, я себя ощущаю с этой татуировкой, как будто бы я с ней родилась. Вообще просто, мне кажется, я себя просто, знаете, делаю каким-то персонажем мультяшным. Мультяшным, со временем буду каким-то сказочным персонажем. Я вообще думаю, что я, и в принципе я сказочный персонаж, у меня ощущения такие. Потому что, ну, а кто сказал, что нет сказок, да, вот. Давайте так, мы же верим в то, что видим и в то, что слышим, да, например. Но вы знали, что там наше зрение и наш слух очень примитивны. И под расширяющими сознание препаратами твое зрение становится, ну, в десятки, там, в сотни. Ну, не в сотни, но в десятки раз точно лучше. И слух улучшается, да. И ты в измененном состоянии видишь то, что не видишь в реальности. Абсолютно, вообще. То есть, вот ты возвращаешься обратно в свое тело и в свой мозг. И опять видишь все как бы примитивно. Ну, это вот как будто бы, знаете, типа 3D, там, 5D. Вот такого плана. И я как раз поняла для себя, что находясь в этой и в этом мире, мы просто не контактируем и не видим, блядь, всего остального. Но остальное есть. Мы просто его не видим. В силу того, что у нас очень примитивные, ну, очень примитивные настройки. Вот. А как раз, когда ты находишься в измененном, и тебе все это настраивается, ты охраневаешь, насколько вокруг всего много. То, чего мы вообще не можем ни увидеть, ни услышать. И ты офигеваешь. Насекомые, да. Ты слышишь вообще на другой волне, на другой вибрации. Ты видишь реально, деревья для тебя становятся живыми. Вот. Ну, то есть все, все оживает. И так как я, как бы, часто этим, часто в измененке нахожусь, как бы, ну, для меня, конечно, нахождение в этой реальности, это примитив вообще полнейший. То есть, как бы, и у меня ощущение, как будто я из 10 класса в первый, блядь, откатила просто. Вот. И вот так. Это просто глаз в пирамиде. Глаз в пирамиде. Это не масонский, это еще вообще-то из атлантов пришел знак. То есть, как бы, глаз в пирамиде, это можно как угодно интерпретировать. Всевидящее око, например, да, там, или просто, блядь, глаз в пирамиде. Просто глаз. Да, я делала вчера уколы, и поэтому у меня не сошел отек. Вот. А сегодня должна была ехать к косметологу на, там, гидро что-то, процедуру. А мне, оказывается, нельзя из-за губ. Поэтому процедуру я перенесла на понедельник. Завтра у меня будет съемка шибари. И, кстати, у меня будет вязать мастер по шибари. Вместе с Лешей мы будем сниматься. Потому что нужно, ну, для книги мне еще нужны фотографии крутые с Лешей. Вот. Что-то новое надо. А потом мы... А, и потом еще завтра меня лепят. Во, меня завтра еще лепят. Должны долепить, ну, там, мою голову, мои руки. Что-то еще там будет. Кисти будут лепить. Вот. И потом еще у нас будет встреча с ребятами. Ну, я не знаю, знаете их или нет. Эль Тату. Два мастера. Они из Москвы. Это Вова и... Блядь, забыла, как ее зовут там. Галя. Вот. Мы с ними вчера были встречались. И завтра с ними кальян курим, кстати. И чуть ли не завтра какой-то очень насыщенный, типа, вообще день. Вот. А потом через дня четыре мы поедем на Флорес. Должны доехать до озер на вулкане. Очень давно хочу на этот вулкан. Вот. И вообще проехаться по Флоресу на тачке хотим. Да. Это будет вот в течение... На следующей неделе. То есть, короче, такие планы, ну, грандиозные. А что, вот у меня голова. И на ней мозги. Да, мы вот на Сумпе хотели на Сумпу поехать. И потом хотела я на Сулавесе, блядь. Потом я потом думаю, блин, мы на Флоресе были. Но по Флоресу мы были два раза на Флоресе. Но ездили по Камоцким этим островам. Вот. Но так по Флоресу по-самому и не поездили. Он очень большой. И для меня, как бы, я думаю, блядь. Ну, я очень... Во-первых, я просто очень люблю вулканы. Мы еще должны на Риджане гнать. Вот. А это будет на Ламбоке. На Риджане мы хотим с товарищем пойти. И туда надо два дня идти, типа. Но там просто с остановками. Вот. И поэтому Риджане это вулкан, который по размеру как Агунг, наверное. Вот. На Агунге мы были. Ну, то есть, на многих были. Вот. И сейчас у меня вот Риджане, он очень красивый. Там, типа, на... Там, знаете, как его... Горячие источники. Вот. И очень хочу. Очень хочу. И вообще у меня была гадалка за гадалка на этот год. Я хочу там максималку, по максималке вышить из Индонезии. То есть, я хочу... У нас в планах в марте вообще пиздец будет трип. Потому что в марте у меня будет день рождения. Вот. И в марте мы будем вообще там просто... У-ху! Ну, тоже острова. Вот. Потом меня в Сумбу еще раз гонять. На Сумбу другую часть увидеть. Вот. Сулавеси. Сумбава. Вот. То есть, я хочу по максималке проехаться по островам Индонезии. Потому что они все открыты. Да? То есть, ну, типа, внутренний туризм здесь, пожалуйста, можешь гонять. Их здесь от до хрена. Этих островов. И здесь до хрена всего просто. Понимаете? Типа... Нет. Я рыба. Семнадцатого. Вот. Я поэтому прям вообще жду именно... Ну, я как бы... Я не отмечаю днюхи уже очень давно. Я перестала считать свой возраст. Вообще, блядь. Он просто для меня перестал существовать. Кто-то... Ой, блядь, мне сорок лет. Мне там тридцать пять, мне двадцать пять. Все старо из меня. А я как бы, блядь, вообще его не считаю. То есть, для меня... Ну, время, ну, в какой-то момент просто перестало течь. И я понимаю, что все вот как раз... Весь твой внешний вид, все твое здоровье зависит как раз от твоих мыслей. Если ты, блядь, постоянно считаешь дни, года и думаешь, что, типа, о, блядь, ты с каждым годом только стареешь. И тебе все хуже и хуже. Ну, так оно, наверное, и будет. Вот. Для меня... У меня все наоборот. Я считаю, что с каждым годом ты лучше и лучше должен становиться. Ты должен быть более совершенствоваться. То есть, для меня, ну, как бы... Время – это процесс прогресса. А у большинства людей там что-то, блядь, какой-то регресс происходит. Документалку? Да я не смотрю документалки. Ну, про Оши посмотрите. Документалка. Я не помню, как она называется. Про его коммуну. Не помню, как она называлась, но это была как раз документалка. Там, по-моему, 4 серии или 6. Очень крутой фильм. Очень был непростой дельт. Короче. Да, да просто, блядь, загоняются все, особенно женщины, касаемо возраста. Бля, просто там, у, ну, все, тебе уже все. Я думаю, пиздец, блядь, вы как-то, ну, по-другому, что ли, свой мозг вообще-то настроите. Типа, нет, кофе я очень редко пью. Вы сами себя программируете на то, чтобы, типа, стареть. А, заметьте, а очень многие, например, в полтос только вдруг понимают, что, блядь, как им хочется жить в 50 лет. То есть, до этого они такие, типа, непонятно вообще, что делали, да. И вдруг в 50-м приходит осознание, что жизнь-то чудесная. И, оказывается, в 50 лет можно начать заниматься возрастом и спортом. И вообще, и понеслась, да. А почему бы не делать это все раньше? Ну, типа, не вкладывать в себя намного раньше. Вот. Ну, мне просто непонятно, как люди, честно. Я просто всегда была, я всегда, ну, мыслила вот так же. У меня никогда не было, не, ботокс я не ставлю. Вот, просто имеется в виду, что я такая, ну, я всегда так, всегда так мыслила, в общем-то дело. У меня не было такого, что я, блядь, вот в какой-то момент своей жизни я стала как-то мыслить по-другому. Да нет, нет, я всегда мыслила и всегда так вот была. Всегда. То есть, вот у меня один и тот же мне вопрос. Блин, вот только что говорим про возраст, и вы спрашиваете меня про возраст. Это очень глупо звучит, реально. Это я, это из категории, а какой у вас вес, а какой у вас рост, а какой у вас, ну, типа, блядь, какие-то такие базовые конфигурации. Неужели мне тут каких-то реально интересных вопросов? Мне кажется, я скоро устрою конкурс и буду разыгрывать свою книжку, или, может быть, гайд разыграю, да, на самый оригинальный вопрос, серьезно. Потому что мне что-то так от людей хочется что-то услышать оригинальное, вот, ну, чтобы люди постарались, что-то вот оригинальное спросили. Питание – это очень много тренировок, это не питание. Понятно, что говно я не ем, но бесполезно заниматься питанием, если ты не тренируешься. То есть, если вы не ходите в зал, вы можете хоть как питаться, хоть правильно, хоть супер правильно, хоть быть зожником, хирургиком. Бесполезно, вот, это вам нужно только тренировки. Тренировки способны выковать тело, потому что силовая тренировка, она, ну, делает так, что у вас начинают расти мышцы. Это от тренировок силовых. Так, все. Радикальное прощение. Читайте книгу, пожалуйста, офигенная книга. Я и психолог, и сексолог, и астролог, и таролог, все вместе. Что такое психолог? Я все на себе прошла, поэтому об этом говорю. Да, благодарю. Да, ладно, а меня же нет ВКонтакте, я же удалилась. У меня там что, есть страница, где вы их видели? Серьезно? Блин, подождите, я есть ВКонтакте? Это странно. Но в плане того, что меня нельзя там найти, потому что я оттуда уже давно-давно удалилась. Да, радикальное прощение. Есть, может быть, ну, это фейк, наверное. Благодарю. Это не моя страница, я давно свою страницу удалила. Как она там называется? Очень люблю одиночество. Одиночество, пожалуй, я больше люблю одиночество, чем людей. То есть мне вот социальные игры, вот это все социальное-социальное. Не, я могу, я очень себя комфортно чувствую одна. У меня, не знаю, мне кажется, просто потому что у меня так много всего внутри, что мне, ну, мне вот в природе офигенно. Серьезно. Я бы хотела, наверное, жить на какой-то планете, знаете, такой, где какие-то такие, знаете, сказочные животные. Это чешуя. Сказочные животные, все живое, все между собой общаются, растения, животные, насекомые, да. Вот. И там нет людей. Вот я бы хотела быть частью этой планеты. Тоже быть как какой-нибудь там птицей, например, да. Бля, мне кажется, мне было бы вообще заебись. Вообще. Я думаю, что, скорее всего, это и было, и, возможно, это сейчас даже где-то есть. Потому что для меня жить с людьми, честно, мне кажется, иногда проще быть кошкой. Вот. И, ну, мне хорошо одной. У меня нет такой потребности. Мария Каста. Мария Каста. Слушайте, надо посмотреть. Ну, просто я могу сказать, что это, скорее всего, страницу сделали. Ну, типа, это не моя страница. Потому что я там, ну, я свою страницу удалила. И мне предупредили, что это, если, типа, я могу эту страницу в течение какого-то времени реанимировать, но я, типа, мне положила болт. А, типа, если через, там, два года ты ее не реанимируешь, то она бесследно исчезает. Не, я змея. Почему я кошка? Мужа? Не, там не... Ой, слушайте, это точно не моя страница. У меня там было тысячи три фотографии, наверное. А не триста. Триста, три фотографии. Это мало. Блядь, кто-то просто создал за меня что-то там. Нет, у меня там было очень много фотографий. Много альбомов. И до хера просто там фоток разных. И, ну, типа, не только моих. А мужа, я не знаю, взяла бы я мужа на самом деле. Блин, я же говорю, что я вообще хотела бы в другой форме посуществовать. Не в форме человека, а в какой-то абсолютно иной форме. Так я сто процентов существовала в других формах, потому что все это я ощущала, видела, чувствовала. И человеком быть для меня, ну, как бы так, знаете, типа, сомнительное удовольствие. Хотя люди сами по себе очень прекрасны. То есть, когда люди вырастут, я имею в виду, они созреют, вырастут из своих маленьких штанишек. Вот. Придут к какому? Придут к... Вырастут из эгоизма. Назовем это так. Потому что все делается из-за эгоизма. Все делается только ради эгоизма, на самом деле. Вот. И когда люди вырастут из этого и начнут просто творить, просто потому, что они хотят это делать, по-другому не могут, тогда, да, тогда я думаю, что что-то поменяется. Конечно, я верю не в то, что... Ну, блин, ну, глупо же думать, что, типа, вот мы люди, и конечная какая-то, конечная, единственная форма жизни. Я живу на Бали. Вот. Это как бы очень даже смешно. Я думаю, все существуют, друзья мои. Эгоизм. Эгоизм — это определенная ступенька эволюции. Он неплох. Это как сказать, а что, плохо быть там восьмилетним ребенком? Или, а что, плохо... Это период просто. То есть это как бы ступенечка очередная. Эгоизм — это детская такая еще черта, на самом деле. Это незрелые личности эгоисты. Когда проходят... То есть эгоисты делают все только для себя, для подтверждения своей личности, скажем так, да. А когда ты делаешь все просто от души, тебе не нужно уже никому ничего доказывать. Тебе не нужно доказывать, что ты охуительно крут, что ты вот такой, посмотрите себе на меня, посмотрите, сколько у меня подписчиков, миллионы. Да, там типа... Ну вот эта платформа, вся платформа наша инсты — это про эгоизм. Люди гонятся за лайками, посмотрите, да я... Или даже фотографии люди делают, делают, на что-то идут, чтобы быть лучше, чем кто-то, доказать что-то кому-то, да. Вот эти все... Это эгоизм, и он такой, детский еще эгоизм. Заметьте меня, увидьте меня, посмотрите, какой я охуенный. Вот. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. А потом, когда ты вырастаешь из эгоизма, то есть когда ты уже... Ты сформировался уже как какая-то личность, вот, да, и никак. Это только нужно... Для того, чтобы избавиться от эгоизма, это эго нужно в себе, наоборот, взрастить. Нужно кем-то стать. Эгоизм, он тебя толкает для того, чтобы ты кем-то стал. Это охуенно. Без эгоизма ты никем не станешь, блядь. Ты овощем будешь, да. Эгоизм тебя дает, так как бы, трамплин. Ты... Он тебя толкает. На, делай лучше, лучше. Там, да, еще лучше, еще лучше. И ты делаешь. Но потом в определенный момент ты становишься кем-то, да, и уже у тебя отпадает. То есть, ну, не все, не у всех. У кого-то крыша так и начинает дальше еще больше ехать, да. Вот. А потом... Да это не комплексы, друзья мои. Это просто желание быть замеченным. Это нормально. Это каждому человеку практически свойственно. А потом получается, да, что когда ты начинаешь уже идти от другого, то есть, когда ты уже хочешь не для себя, а когда ты хочешь уже что-то сделать для людей, просто что-то нести в этот мир. Я не знаю, как это объяснить, да. Вот, ну, когда ты творишь, когда твое творчество не для, не для, там, зарабатывания денег и популярности, да, там, ты пишешь, делаешь что-то для того, чтобы просто угодить куче народу и стать просто, да, там, охуенно популярным. Ты можешь делать что-то абсолютно незаметное, даже неизвестное, но делать это от души. И, возможно, это мало кто оценит, мало кто увидит, но это будет искреннее. Вот оно не... Это не от эгоизма идет, да. Поэтому это охренеть как круто. Ну, для этого нужно очень дорасти. Эгоизм всем присущ. Я имею в виду, что чем сильнее эгоизм, тем сильнее потенциал вообще, в принципе, у личности. Вот. И просто этот эгоизм, его нужно правильно уметь направлять. Здоровый эгоизм – это охуенно. Ну, как бы это... В нашей реальности без него невозможно. Здоровый эгоизм дает тебе топливо. Здоровый эгоизм в итоге вылепит из тебя личность. Да, конечно. И для себя, и для других. Ну, ребят, когда вы сами из себя еще ничего не представляете, по-честному, вот никто вы и ничто вы, никак себя не вылепили, даже не поняли, кто вы есть вообще, для кто вы, что вы, как вы. И вы тут хотите делать что-то для людей. Но, камон, это очень смешно на самом деле. Понимаете, вы для себя что-то сделаете, для себя. Себя построите, себя выстроите, создайте себя. Да, то есть, там, я не знаю, вот как Ди Каприо для меня крутой пример. Да, чувак реально наигрался уже во все эти игры, в известность. Ну, потому что он уже реально состоялся, как личность. Да, он стал охрененным, и есть охрененный актер. И сейчас он помогает миру, реально колесит. Но он может себе позволить, у него миллионы, понимаете? Миллионы, миллионы долларов. У него огромное количество. У вас же нет ничего этого. Ни статусов, ни денег, ни личностей. Ничего нет. И вы говорите, я бы помогал бы кому-то там. Ну, в плане, кому бы ты помогал? А себе? Нет, никак не надо помочь. Поэтому для меня смешно, когда я-то не созрела для этого вообще никак. И поэтому я ей говорю, что типа, ну, я бы не помогал, наверное, ни людям, ни пока никому, не готова помогать. Потому что как-то, блядь, я как-то хочу сама еще что-то как-то, знаете, там, подопределиться. А так, когда вот это вот все люди, блядь, реальный. Я понимаю, когда это делают люди реально уже все, вот они сделали себя. Вот. Это охеренно. Они могут себе позволить леса спасать, там еще что-то у них есть. Они могут это позволить себе. Обычный человек не может себе это позволить. Потому что он пока никем не является, понимаете? Он из себя ничего толком не представляет. Вот и все. Да это нормальное желание. Это нормально. Ненормально как раз-таки помогать всем, знаете, типа направо-налево, блядь. Бабками? Ну, поверьте, подождите, а как вы будете хорошо? Как вы можете помочь? Вот смотрите. Открыть приют. Бабки. Открыть больницу. Бабки. Спасти лес. Бабки. Открыть центры. Бабки. Все бабки. В материальном мире. Бабки. Как вы еще собираетесь? Чем, блядь, вы собираетесь? Словом, блядь, помогать? Ну, камон, ребята, вы что? Ну, даже написать книгу и выпустить ее, друзья мои. Бабки. Вести лекции. Ездить с обучающими, блядь, лекциями. Бабки. Потому что ты, блядь, будешь оплачивать тоже половину из духовной пищи. Я ей спрашиваю. А что, по-вашему, духовная пища? Давай так. Что, по-вашему, духовная пища? Духовная пища, что такое, блядь? Вы, вот, не нравится. Понахватали всякое херотение. Духовная пища. А что такое духовная пища? Можно знать? А вы знали, что духовная пища, пока человек не сытый, ему, вот, блядь, до духовной пищи болт класть. Понимаете? Ну, а эфиры, вы думаете, это не бабки? То есть я вещаю с телефона. Причем с такого нормального. У меня есть возможность вещать. Потому что я сыта, обута. У меня, мне не нужно думать о том, как заплатить там за дом, за это. У меня есть возможность финансово, понимаете? Тоже деньги. Если бы у меня не было возможности, блядь, я бы не вещала. Поэтому это все деньги. Все деньги. Понимаете? Вот и все. Все в этом мире. А деньги – это энергия. Вот в чем дело. Деньги – это ваши возможности. И это энергия. Просто люди не умеют работать ни с деньгами, ни с энергией. Поэтому нет у них ни того, ни другого. Вот и все. Но для меня в этом мире иллюзия питерские. И что иллюзия? А что такое иллюзия? Можно узнать? Давайте так. А что есть иллюзия? Вот, например, сон – это иллюзия? А чем отличается сон от иллюзии? И чем отличается реальность от иллюзии? И почему вы считаете, что, например, реальность реальна, а иллюзия нереальна? И почему вы считаете, что иллюзия – это иллюзия, а не реальность? Давайте вот Сейчас это будет очень интересно Мне когда просто говорят Говорят эти слова иллюзии Я всегда хочу понять, а что такое иллюзия? И что такое реальность? Давайте Жду ответа Люди запутались в словах Очень оперируют словами Такими, знаете, красивыми Но не понимают их значения Это очень грустно Потому что путаются сами И вот разбрасываются направо, налево Вот это то Сдаешь вопрос И все И не могут ответить на него Но для этого нужно понимать, наверное, что такое иллюзия Иллюзия это что? Искаженная реальность? Правильно я понимаю? А что такое искаженная реальность? И почему она искажается? Я Курпатова не читаю Потому что я не читаю русских психологов Потому что до Курпатова их было Очень много И Курпатов просто слезал Практически все у других Очень крутейших Ну, типа, скажем, мастодонтов Психологии и так далее Или там биоэнергетики Это Райх, Лоун Это классики Это классики, с которых все начиналось Потому что для меня Курпатов Это вот как бы Ну, реально Вообще После тех Кого я читала Курпатов вообще А что такое матрица Все по наружку Дежавю Мы живем все в иллюзии Я же еще Блядь Вот представьте Вы даже Вы сами Рассуждаете Как иллюзия Вы понимаете Что вы и есть Сам Иллюзия Или сами Что Я же вас Задаю вам вопрос Мы все живем в иллюзии Я вам задаю вопрос Что Есть Иллюзия Расшифруйте мне Это слово Как вы себе Представляете Иллюзию Ну, вот Мы же все живем Что такое Жить в иллюзии Давайте Очень-очень Вы Блин Очень ПО У вас плохо работает Очень плохо Вы нахватались Азы Мы азов не выхватывали Я не понимаю Что такое Азов не выхватывали Что такое Мы азов Азов Каких азов И откуда вы азов Не выхватывали Но вы говорите Мы живем в иллюзии Я вам задаю вопрос Что значит Жить в иллюзии Я иллюзия Вот Видите вы сами Ну что Есть иллюзия Дайте мне определение Слово иллюзия Что для вас Есть иллюзия как бы давайте вот мы раскрутите это слово но это очень, понимаете, то, что вы сейчас говорите, очень примитивно и очень, типа, невежественно назовем это так это говорит о очень низком и маленьком уровне вашего образования и вообще понимания того, что вы говорите иллюзия и обман это две разные вещи абсолютно свой, ну это фантазия воображение, это что не то же самое а, то есть вы живете подождите, получается, что каждый из вас живет в собственном выдуманном мире, я правильно понимаю но тогда же это полностью получается, что вообще нет это что вы говорите то, что вы говорите у вас достаточно серьезные психологические проблемы вам нужно сходить к психологу я не знаю, питерский как у вас то есть у вас расщепление я нету центрированного я ну нету центрированной личности вы не понимаете себя как личность вам нужно выстраивать свою личность то есть вот я никто вообще вот эти все ну это дедушка Фрейд вот, да, то есть как бы вам нужна ну вам нужна хорошая психологическая помощь вот что вам нужно я вам так скажу и тогда у вас возможно что-то там еще нормально выстроится выдуманная жизнь выдуманная жизнь в плане выдуманная вот она выдумана как что вы живете с единорогами у вас летают феи вот это называется выдуманная жизнь ну имеется ввиду такая воображариум да вот я сам иллюзия да выдуманная жизнь я просто понимаю что такое выдуманная жизнь можно жить обманывая себя да да я и говорю люди Наталья я тоже читаю и причем эти люди ну сейчас у очень многих мозги вообще не работают то есть нет критического мышления вот критическое мышление это очень очень полезный навык и для того чтобы ему учиться нужно огромное количество читать 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 поглощать информацию причем желательно хорошую информацию да то есть это должна быть информация скажем так каких-то очень классиков классиков которые там ну я не знаю психологию да начать хотя бы юнга начать читать лоуна начать изучать биоэнергетику тела то есть начать понимать как работают процессы в вашем теле потому что вы в данной реальности вы есть тело все от тела все начинается потом все что вы видите через тело вы едите тело поэтому для того чтобы понять реальность должны понять свое тело как оно работает как оно воспринимает информацию да как оно как бы эту информацию через себя пропускает как работают органы чувств да как работает ваша гормональная система, на что ваши гормоны реагируют, почему они так реагируют, и как работает ваше ПО в первую очередь. То есть это самое, как работает ваш мозг. Вот когда вы начнете эти моменты изучать, когда вы начнете их досконально изучать, проверять все просто, что такое, опять же, в секс окунетесь, тогда вы уже сможете говорить о иллюзии, о реальности, у вас будет база. А пока это все бла-бла-бла, дорогие мои. Я душа, а что? А что есть душа? Ваш дух, давайте сейчас мы уберем у вас тело, вы можете у себя сейчас взять убрать тело. Я увижу вашу душу. На данный момент вы без тела кто? В данной реальности, давайте так, в данной иллюзии, кто вы есть без тела, мой хороший. Вам к психологу, вам не сюда. Да, вы очень ошиблись. Вы еще, понимаете, так как у вас в голове полнейшая каша, я бы даже сказала, каша с хуями полными вообще, голова полная хуев, назовем так, вам вообще не стоит общаться с людьми, потому что вы путаете людей, путаете сами себя. Вот с вами общаешься, вам нужен очень хороший специалист, прям хороший. Но для этого вам нужны бабки, потому что с вами бесплатно работать никто не будет, реально не будет. Вот с вами пообщаешься и уже начинает крыша протекать. Ну, то есть реально просто протекать. То есть у вас нет даже понимания, вы с одной мысли скачете на другую, потом опять перескакиваете. Окей, я тело, я не тело, я душа, я душа. А что есть душа? Давайте так. А что есть дух и душа? Это же две, кстати, разные вещи. Да, и что есть тело, например. И почему вы в теле? И почему вы в теле еще и в иллюзии? И как же в иллюзии можно еще и тело осознать? Прикиньте, если это иллюзия. То есть получается, что и тело иллюзия. А если в теле ваша душа, то получается, что и душа тоже ваша иллюзия. Понимаете, прикиньте. То есть получается, что и души нет, потому что мы все находимся, и души нет. Тогда что есть? Тогда давайте так порассуждаем. Да нет, все про... Ну это, когда нету данных, то есть когда нету данных каких-то, когда нету знаний, и когда просто человек вот так где-то что-то там услышал, тогда да, тогда полный пиздец, в голове полная каша. А когда у тебя есть структура, и ты можешь структурировать свои мысли, вот, я вообще про вас не... Подождите, а я вам сказала, что я вас определила как-то? Вот видите, вы даже и слушать не умеете. Вам нужно, ну, блядь, два психолога, наверное, даже. Нет, вам нужно, знаете, как тому психологу, который будет с вами, ему тоже понадобится психолог. Я где-то вас определила, я вам задала только что вопрос, который вы, блядь, прослушали.